Солнышко светит, новые осинки, осинки и лемешинки, а мы перекрываем купола. В 1980 году мы были вынуждены ее закрыть. У него был очень сильный крен. Крен это наклон. Направо от меня на восток. И вот если так мысленно провести от креста храма до основания прямую линию, крен этот составлял почти 1 метр. 90-80 метров. Ничего себе! И мало того, как я вам уже говорила, церковь была построена без фундамента. А вес ее в то время был 600 тонн. И под воздействием своего собственного веса церковь еще стала постепенно оседать. В 1982 году разобрали иконостас. Часик он мы с вами увидим в церкви Покрова Богородицы и в иконостасе и на выставке икон. И потом сразу же внутри поставили металлический каркас. Вы его видите. Там где отсутствуют венцы, бревнышки, этот железный каркас еще хорошо видят. На нем церковь пока что сидит, но только верхняя ее часть. Внизу мы уже его постепенно разбираем. Как только церковь будет полностью отреставрирована, каркас будет убран и соберут вновь иконостас. Все 104 иконы вернутся обратно. Все, что находится в нашем музее, храмы, христианские дома, реки, амбары, бани, это все музейная деревня. Все это строилось только из сосны, богатой смолой. А смола являлась богатой и являлась очень хорошим консервантом. Звучит тупинка, который приближает, вода истинка, сторона, реки, амбар, бани, это все маленькие бани. Я играть не буду с вами. Банан? 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 Наташенька, у меня дети там. Куда? Давай. Плохо. Очень хорошо. Что с отрядом? Что с отрядом? Что с отрядом? Что с отрядом? С вами опять же выглядели, что с отрядом в пыль, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok